Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачао-Черкесия. События вторника в репортажах наших респондентов. Главные новости. В Карачао-Черкесии расширены меры поддержки семей с детьми. Такое решение было принято депутатами сегодня на сессии парламента республики. Они оказывают разнообразную адресную поддержку социально незащищенным слоям населения от правовой до медицинской. Свой профессиональный праздник отмечают соцработники. Артисты государственного ансамбля «Танцы Эльбрус» во дворце торжеств Черкеска устроили большой концерт для медработника в преддверии их профессионального праздника. Вот уже полвека она является главным культурным центром поселка Ударный. 50 лет назад распахнула свои двери в детская музыкальная школа. Сегодня глава республики Рашид Темрезов встретился с исполняющим обязанности генерального директора Россети «Северный Кавказ» Романом Левченко. Минувший осенне-зимний период прошел достаточно стабильно. Сейчас ведется активная подготовка к следующему. Рашид Темрезов выразил благодарность руководству компании за ежегодное увеличение объема средств, которые направляются на эти цели. Было отмечено, что Россети «Северный Кавказ» продолжит реализацию проектов, которые нацелены на рост надежности электроснабжения региона. Также уже завершена модернизация подстанции «Южная» в Черкесске. В следующем году реконструкция высокогорной линии Бечесын-Поляна. Обсудили вопросы, связанные со строительством новых инфраструктурных объектов, в частности в Архыском и Тибердинском ущельях. Руководитель компании Россети отметил высокую культуру и платежной дисциплины практически всех групп потребителей региона. Договорились о совместных шагах для решения проблемы долгов коммунальных структур. До 35 тысяч рублей увеличена сумма единовременной выплаты, назначаемой в связи с рождением третьего ребенка. Такой проект законно утвердили парламентарии республики сегодня на очередной 24-й сессии Народного собрания. О самых значимых инициативах и принятых законодательных актах в материале Мурата Джанкиозова. Два основных законопроекта повестки дня разработаны с целью реализации послания главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова и касаются мер поддержки семей с детьми. Это первое, это новая поддержка при рождении третьего ребенка одновременной выплатой 35 тысяч. И второе, это повысит от 20 до 25 тысяч при рождении второго ребенка. И сегодня было единогласно поддержано на сессии, и мы очень надеемся, что это повлияет положительно на демократичную ситуацию в нашей республике. Эта мера поддержки распространяется на детей, которые родятся с 1 июля текущего года. Единовременная выплата носит заявительный характер. С 1 января следующего года вступит в силу еще один принятый законопроект, который касается поддержки семей с приемными детьми. Так дети-сироты, воспитывающиеся в приемных семьях, получат выплаты, приравненные к прожиточному минимуму. Значит, данные выплаты раньше составляли по пределах 7 тысяч до 8 тысяч 300 рублей в зависимости от возраста, а сейчас устанавливаются в пределах 11 тысяч рублей. Данные выплаты будут индексироваться ежегодно. Действие законодательных инициатив распространяется на детей, родившихся с 1 июля 2021 года. Далее депутаты установили минимальный срок владения объектом недвижимого имущества в 3 года, чтобы освободить доходы физических лиц, полученных от продажи имущества на территории республики. Ранее этот срок составлял 5 лет. Парламентариями приняты изменения в закон о бюджете. Общий объем дохода в текущем году составил 30 млрд 582 млн рублей, а объем расходов составит 30 млрд 900 млн. Также был заслушанный принят к сведению отчет правительства об итогах исполнения бюджета за первый квартал. Принят к сведению и доклад уполномоченного по правам предпринимателей Сергея Рощенко. Как сообщил омбудсмен, пандемия внесла неумолимые негативные коррективы в состояние предпринимательского климата в республике. В целом на заседании депутаты рассмотрели 26 законопроектов. Мурат Шентьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня день социального работника, сотрудников и ветеранов органов социальной защиты населения с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Вы выбрали для себя почетную и ответственную миссию – помогать тем, кто больше всего в этом нуждается. А в эти непростые времена, когда весь мир был скован страхом перед неизвестным вирусом, вы стали просто необходимы для тех, кто оказался особенно уязвим – пожилым, одиноким людям с ограниченными возможностями здоровья. С полным правом отметим, что социальные работники нашего региона делают больше того, что от них требуют должностные инструкции. Вас отличает не только добросовестное и качественное исполнение профессиональных обязанностей, но также искреннее и теплое отношение к подопечным, безграничное терпение и забота. Спасибо за служение обществу, благородный и нелегкий труд, здоровье, добро и счастье в вашем семье. Социальные работники – это служащие, которые оказывают разнообразную адресную социальную помощь. К ним относятся работники реабилитационных центров, приютов, домов престарелых, собесов, а также медики и психологи. Поддержка может быть правовой, психологической, заключаться в оказании бытовой первичной медицинской помощи. Профессия благородная и сложная. Часто соцработники являются единственными людьми, которые рядом приносят продукты, помогают оформить документы. Социальная служба работает практически во всех городах и районах Карачева-Черкесии. Десятки специалистов трудятся сегодня в разных социальных учреждениях республики. В доме-интернате для престарелых соцработники стали буквально членами семьи, окружили вниманием и заботой более 50 пожилых людей. Относятся хорошо к нам. Подойдешь, что сделают. Теревязку мне делают постоянно, каждый день, каждый день. Уважают меня очень добрый. Сотрудников интерната с Днем социального работника. Желаю всем в первую очередь крепкого здоровья, хорошего настроения и всего того, что они желают, пусть сбывается в их жизни. Но сейчас время прогноза погоды. На завтра слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер южный с переходом днем на северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-11, в горах 0,5 и днем до плюс 24, и в горах местами 12-17 со знаком плюс. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер южный с переходом днем на северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 21-23 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Информация из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших состояло 20 547 человек. Из них 20 201 выздоровели. 104 человека госпитализированы. Спасибо за спасенные жизни. Вот уже чуть больше года система здравоохранения всех стран мира ведет непримиримую борьбу с невидимым, но весьма коварным и опасным врагом – новой коронавирусной инфекцией. В преддверии профессионального праздника Дня медицинского работника артисты государственного ансамбля «Танцы Эльбрус» во дворце торжеств Черкеска устроили большой концерт для тех, чья профессия – лечить и спасать. Ахмат Халкечев продолжит. Врачи, фельдшера, медсестры, санитарки и даже водители корид скорой помощи. То есть все те, кто доказал, что в профессии оказался не случайно. Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для медиков. Долгие месяцы напряженных с нечеловеческими перегрузами работы стали проверкой не только профессиональных качеств служителей панации, но и их духа. Как все знают, мероприятия были закрыты, концерты, которые были запланированы, они все были отменены. Сегодняшний концерт очень, кстати, очень нужно. И мы радуемся и веселимся в душе, что жизнь налаживается и надеюсь, что будет так. Многие на концерт пришли семьями. Особой теплотой веялось тех зрительских мест, где дети сидели со своими родителями. В их лицах читалась неподдельная детская радость от того, что самые родные люди рядом. А зажигательные танцевальные номера великолепно находили отклик как в сердцах взрослых зрителей, так и самых юных ценителей хореографии. Концерт очень отличный. Отдохнули душой, получили моральное, эстетическое удовольствие. Большая поддержка в наши дни. Для людей море позитива, энергии смотреть, наблюдать за таким красивым ансамблем. Как поделился министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агербов, подобные мероприятия запланированы в течение всего предстоящего лета. Часть мероприятий будет ориентирована на детей, родители которых были оторваны от своих семей, потому что спасались жизни в госпиталях. Это наша возможность поблагодарить их, сказать, что действительно вся республика, вся страна медикам благодарна за то, что они сделали в этот период. В программе концерта было представлено 12 номеров золотого репертуара ансамбля «Эльбрус». Вниманию ценителей национальной хореографии представили танцевальное искусство всех народов Карачаева-Черкесии. Они уйдут сегодня с запасом энергии. На самом деле они развеются. У них же работа, как у всех, на своей реперте мы все в работе окунаемся. Они видим всего хорошего, то, что есть, того нет. Я думаю, что мы тронули их души. В течение свыше 90 минут, столько длился концерт, в зале невозможно было найти хоть пару скучающих лиц. До самого конца выступлений артистам удавалось удерживать живой интерес зрителей. Архмад Халкищев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. Полувековой юбилей отметила детская музыкальная школа поселка Ударным Прикубанского района. С отчетным концертом выступили учащиеся и педагоги, которые порадовали зрителей яркими концертными номерами. На праздники побывал Мурад Жангёсов. Почетными гостями концерта стали глава администрации района, председатель Совета депутатов, директор Республиканского центра культуры, глава администрации Ударнинского городского поселения, жители поселка, родители, педагоги и учащиеся музыкальной школы. Руководитель администрации района Мухаммад Амин Чумаев поприветствовал собравшихся, поздравил выпускников с окончанием музыкальной школы и пожелал дальнейших успехов. Отличившимся в учебе воспитанникам музыкальной школы и их педагогам вручили грамоты Народного собрания, Министерства культуры и администрации Прикубанского района. Музыка во всем искусстве, она занимает свое определенное место. Наверное, самое значимое место искусстве занимает. И все, начиная от первых ваших выпускников, заканчивая сегодняшними выпускниками, вы в них сеете то добро, тот свет, и в них вы сеете именно самое главное культуру, здравственность. И эти благодарные ученики и родители всю жизнь это пронесут с собой. Огромное спасибо вам, низкий поклон, за ваш труд. 50 лет назад, в 71 году прошлого века, на границе Ставрополя и Карачаева-Черкесии, в поселке Ударный распахнула свои двери первым учащимся детская музыкальная школа. С тех самых пор, по праву, она стала культурным центром поселка. Сегодня учащиеся занимаются в светлых, уютных кабинетах. Они оснащены современной видео, аудио и акустической аппаратурой, микрофонами, синтезатором, расширились фонотека и библиотека. В школе ведется обучение на отделениях фортепиано, хоровое, эстрадный вокал и гитара. Самый большой результат нашей школы – это то, что в нашей школе работают все ученики нашей школы, наши выпускники, и я в том числе. Поэтому я считаю, что достижение большое у нас в данный момент. Еще трое детей обучаются в музыкальном училище, которые, я надеюсь, вернутся к нам в нашу школу. В торжественной обстановке выпускникам вручили аттестаты об окончании музыкальной школы. Многие из них продолжат обучение. Учащиеся принимают самоактивное участие во всевозможных музыкальных конкурсах, в том числе за пределами республики. Результаты бывают разными, но даже неудачи вызывают у них стремление к самосовершенствованию. Мне очень нравится петь, танцевать, рисовать. Мне кажется, творческая профессия раскрывает весь потенциал человека. Я собираюсь стать звукорежиссером. Мы стараемся привлечать детей к этому прекрасному миру, приобщать его. И музыку слышать во всем. И в каплях дождя, во всей окружающей действительности, в пении птиц и в журчании ручья музыка звучит везде. И научиться видеть это и слышать – это прекрасная основная задача любого педагога. Каждую осень в музыкальной школе с волнением ждут новых учеников, которым всегда рады, готовы окружить душевным теплом, познакомить с удивительным миром красоты, музыки и гармонии. Мурат Чантьюзов, Ислам Урума, Вести Карачаева, Черкесия, поселок Ударный. Таким был вторник Карачаева, Черкесия. А прямо сейчас продолжение сериала «По разным берегам». Приятного просмотра и ждите вести.